Всем привет! В Мотовесне дорогу! Поехали! Это третья часть выставки Мотовесна, совмещенной с фестивалем Custom Tuning Show. Там было на что посмотреть. Надо сразу сказать, что хотя выставка и называется Мото, но кроме мотоциклов, тут представлена самая разнообразная техника, начиная от велосипедов, снегоходов, квадроциклов и заканчивая гоночными автомобилями. Мотовесна – самое яркое событие в мире моторов. Хорошо воспитанные женщины редко делают историю. На выставке представлена как современная гоночная техника, так и техника прошлых лет, иногда даже совсем редкая и раритетная. В том числе и советские машины, принимавшие участие в 24-м историческом ралли Монте-Карло. А также действующий экспонат, прошедший байкальскую милю от Big Boys Big Toys, в шикарно ржавом кузове с номером 888 на борту. Это культовый Chevrolet Bel Air. Автомобиль вызывает целую гамму противоречивых впечатлений. Но движок, раму и подвеску прокачали нехило. Обратите внимание на код. Он выглядит так, словно его только что нашли в сарае, хотя особая технология позволила остановить процесс распространения жабчины. Chevrolet Bel Air сразу бросается в глаза и прет, как морской зверь. Все жители окрестностей сбегают посмотреть на эдакую американскую диковину по имени Белочка, которая пока в одиночку, но гордо и ярко представляет российскую гассер-федерацию. Гонки на гассерах – это искусство построить мощное гоночное чудо из того, что уже почти списали на металлолом. Машина ездит на обыкновенном бензине, в разговорном английском «ГАЗ» как раз и означает бензин, пускай и высокооктановым. Отсюда и этимология. Была представлена «Волга для дрифта». Автомобиль, представленный на выставке, был переделан командой «Победа Тайм». И не забываем, что женщина как заварка. Никогда не узнаешь ее крепости, пока она не закипит. Модели мотоциклов металлических дел мастера, как близкие к настоящим, так и совершенно фантазийные. Команда Московского политеха вывела на лед байкальской миле электромотоцикл МИГ-Р2 – уникальную разработку, спроектированную с нуля студентами Мосполитеха. Байк стал легче, маневреннее, быстрее, получил новые обтекатели из углепластика. Часть компонентов, например, скобы аккумулятора, вообще распечатаны на 3D принтере. Кроме того, на R2 стоят титановые шины с шипами собственной разработки, а мощность его электромотора увеличена в несколько раз. Для справки, у путешественникова отдача составляла 120 кВт или 163 лошадиные силы. Разогнался он на льду Байкала до скорости свыше 210 км в час. Снаряженный вес 130 кг, запас хода 100 км, пиковая мощность достигает 20 кВт. Когда женщина не сводит глаз, она хорошеет на глазах. Самый красивый мотоцикл выставки, вероятно, Зиллерс Р-18. Обратите внимание на фрезерованные кованые колеса с пропущенными насквозь спицами и открытый никелированный карданный вал. Засветился на Мотовесне и Широле Корвет, побывавший на Байкальской миле. Хорошо с ним поработали кастомайзеры. На выставке Мотовесна был представлен автомобиль Волга для соревнований по дрифту. Автомобиль был разработан на базе ГАЗ-3105. Машина получила руль от модели ГАЗ-3111 и новый дизайн передней части. Автомобиль, представленный на выставке, был переделан командой Победа Тайм. Ее специалисты заменили штатный 2,3 литровый ЗМЗ-46 на 2,5 литровый агрегат с кастомной турбиной. Это позволило выжать на топливе АИ-100, 600 нанометров крутящего момента и около 500 лошадиных сил. Родными остались передние суппорта машины и дифференциал. А все остальное было решено доработать. Модификации подверглись передние рычаги, задний мост, ручник, проводка и поворотные кулаки. Также был изменен и ряд кузовных элементов, капот, крылья, колесные арки. Изменился и дизайн Волги. Ясно, давай понять, что данная машина предназначена для дрифта, а вовсе не для медленной размеренной езды. Комплимент повышает производительность женщины вдвое. Музей Шиманского вновь показал идеально восстановленные спортивные автомобили Советского Союза. Первый серийный советский гоночный автомобиль Эстония-3, конструкторы Сейлер и Паазик. Эстония-3, появившаяся на спортивных трассах в начале 60-х годов, стала первым выпускаемым серийно советским гоночным автомобилем. Всего с 1961 по 1962 годы было произведено 36 экземпляров. Болид имел среднемоторную компоновку с пространственной рамой из труб и независимой подвеской всех колес. 35-сильный форсированный мотоциклетный двигатель МЗМ-52С позволял автомобилю со снаряженной массой 260 кг разгоняться до 150 км в час. В соревнованиях использовался вплоть до 1968 года. Первый советский драгстер Харьков-Л3, конструкция Эдуарда Лорента, весила 240 кг. Двигатель выдавал всего 70 лошадиных сил, зато крутился до 10 тысяч оборотов в минуту. Самая лучшая улыбка женщины предназначена зеркалу. Редкие автомобили демонстрировала реставрационная мастерская Камыш-Маш. Автомобиль-картина Cort 810, 1937 года выпуска. Этот автомобиль расписал в тематике рок-группы Led Zeppelin художник Владимир Сизов. Белоснежный спортивный автомобиль Estonia 8, он же Tartu 1, с конструкцией Анса Сейлера, изготовлен в 1963 году в единственном экземпляре на авторемонтном заводе в городе Тарту. В этом автомобиле конструктор совместил части разных советских автомобилей. Так, например, колесные диски тут от Запорожца, моторы от ГАЗ-21, а тормозная система от Москвича 407. Не знаю почему, но мимо округлых форм гоночной машины ГАЗ-М20 Победа Спорт Родстер, пройти было просто невозможно. Что-то неуловимое, притягательное есть в этих автомобилях. Так, главный вопрос, почему правый руль у Tartu 1? Конструктор объяснил это более правильным распределением нагрузки автомобиля. Такое расположение руля дает преимущество при прохождении правых поворотов. Но в то время гоночных трасс с движением по часовой стрелке в СССР не было. Однако такие трассы преобладали на Западе. Гонки проводились в основном как раз на трассах с движением по часовой стрелке. Здесь же стоят машины, принимавшие участие в историческом ралли Монте-Карло. Женщины – это винт, на котором все вертится. Тут самое интересное было не в стандартных моделях, коих, кстати, было немного, а в кастомных модификациях. Внешность таких железных коней узнаваема и неповторима. У каждого имеются авторские фишки, но есть общие отличительные черты. Максимально облегченная рама, короткая вилка, колеса широкие, руль сниженный, сиденье рассчитано на одного человека – водителя. Сегодня функциональность Боббера заменили сразу несколько мотоциклов. Спортбайк для скоростной езды, эндуро для езды по бездорожью и комфортабельные крузеры для далеких переездов. И ретро-стиль Боббера выбирает только почитатели олдскула. Эта работа переносит нас в 60-е годы и напоминает об охотничьем ружье. Так автор этого мотоцикла Станислав Волнов описывает свою концепцию. Все позолоченные детали позолочены на самом деле. Это именно гальваническое покрытие благородным металлом, а не имитация. Эта серия из трех мотоциклов первый образец сделали за 6 месяцев на заказ. Когда на дорогу выезжает мототехника, придерживающаяся таких условий, ее невозможно перепутать с другими моделями. Видна рука мастера, индивидуальный подход. Мысли и женщины вместе не приходят. Питерская Баламути Кастом Студио уже своим названием троллит итальянцев. А это ее работа под названием Баламути Химера троллит вообще всех. Тут необычная подвеска. Тут все необычное. Подвеска якобы сделана на основе разработок русского изобретателя Геракара Графа Петра Петровича Шиловского. Бобберы это не отдельный вид мотоциклов, а стиль, сложившийся исторически. Они не выпускаются специально, а появляются в результате тюнинга. Их относят к кастомам, транспортным средствам, изготовленным на заказ. Они производятся на основе определенных серийных моделей. Возникновение бобберов произошло в США. В 40-х годах прошлого века среди населения была востребована продукция фирмы Харли Дэвидсон. Но она не подходила для гонок. Набирали популярность соревнования, проходившие на грунтовых трассах. В мото-клубах задумывались, какие мотоциклы для этого использовать. Поскольку Харлии в чистом виде не устраивали, их стали модифицировать. Крылья демонтировали, чтобы туда не забивалась грязь. Заднее крыло иногда оставляли в обрезанном варианте. Удаляли лишние детали или заменяли их облегченными аналогами. Благодаря этому конструкция становилась легче, ехала быстрее. Однако до гоночной трассы необходимо было еще и доехать. Грузить бобберы для перевозки – дело хлопотное, дорогое. Поэтому модификация выполнялась с перспективой обычной езды по городу. Так появились байки, рассчитанные на выполнение двух функций. Не хочется говорить о душе и харизме Харлии, о его живом нраве, звуке и прочее. Об этом уже написано многое. Здесь чуть другое. Широкий руль, пружинная вилка Springer – все это дышит классикой, базой и основами мировой школы мотоциклостроения. И богу, в старых авто и мотоциклах что-то было, что мы с вами постепенно упускаем.